Сироты Емманжелинска пожаловались на чиновников, которые предлагают им вместо новых квартир якобы непригодные для жилья. Дмитрий Лебедев, который прошел 8 судов с администрацией, теперь вступился за других сирот и пошел вместе с ними на осмотр жилья, который выделила местная мэрия. Вот только обычный осмотр квартиры вдруг превратился в скандал. Продолжит тему Татьяна Лаврова. Это съемка сироты Дмитрия Лебедева. Сотрудники администрации вручали троим сиротам ключи от квартир. Жилье предложили не в новом доме, а в этой двухэтажке послевоенной постройки. Сообщили, что нужно подойти в администрацию, на комиссию. На нас оказывалось моральное давление, принуждение на повышенном тоне. С нами разговаривали, принуждая, что если мы откажемся от квартир данных, то сотрудники администрации подойдут на нас в суд. По администрации Манжелинского муниципального района ответили, что никто сирот не принуждает. И на квартиры есть и другие претенденты. Дело в том, что все члены комиссии, мы же составили акт о том, что она отказалась, но не захотели они писать заявление о том, чтобы они берут эту квартиру. Нам же стало понятно, поэтому мы продолжаем дальше. У нас же квартиры не могут стоять, у нас есть желающие. На сегодняшний день эти квартиры перераспределены. Татьяна и Владислав – брат и сестра. Взяли Дмитрия для того, чтобы он посмотрел жилье, оценил качество квартир. Мы очень испугались и не знали, как поступить. Мы обратились к Дмитрию Лебедеву так, как мы знаем его, что он тоже столкнулся с данной проблемой. Только вот жилье Татьяна и Владислава ему посмотреть не удалось. Не пустили. Про меня типа говорили? Да, а что вы этого клоуна привели? Впрочем, на осмотр квартиры брата не пустили и сестру Татьяну. А вот и Владиславу взглянуть на предполагаемое жилье удалось. Но только с условиями. На повышенном тоне сказала все телефоны выключить и никому не звонить. И еще раз повторила, телефоны свои убрали, что если откажетесь от данных квартир, мы подадим вас в суток. В администрации сообщили, что квартиры все пригодны для жилья и никто их смотреть не запрещает. В Красногорске приобретено три квартиры. Пригласили троих, кто имеет право на получение в порядке очереди. И показывали квартиры. В первую квартиру зашли все вместе, все смотрели эту квартиру. И Дмитрий Лебедев тоже осматривал эту квартиру со всеми вместе. Во вторую он просто не пришел. Он пришел чуть позже, когда уже комиссия посмотрела эту квартиру. Почему Татьяна не зашла в квартиру, прокомментировать не могу, потому что, может быть, она тоже шла вместе с Дмитрием. После скандала сироты Татьяна и Владислав заявили, что не хотят жить в поселке Красногорском. Я не хочу принимать данную квартиру в поселке Красногорском со своим братом, потому что в данном поселке жить невозможно. Тут не работы и невозможно добираться. Напомним, круглосирота Дмитрий Лебедев получил квартиру от администрации Манжелинска еще в 2014 году. Ему, как и всем детдомовцам, было положено жилье, но выдавать его не спешили. Чтобы добиться собственных квадратных метров, пришлось пройти 8 судов. Эти круги ада длились почти 7 лет. Когда Дмитрий все же отсудил квартиру и открыл дверь, оказалось, что ад только начался. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Хочу показать вашему вниманию видео, как у нас отдают квартиры детям и сиротам, да, и Манжелинского муниципального района администрация. Это еще не творят, да. Сейчас я вам покажу. Непонятная абсолютно раковина советского времени. Я должен жить здесь вот так, умываться, да. И пока у Дмитрия Лебедева продолжаются судебные разбирательства, параллельно он решил помочь другим сиротам. И теперь, прежде чем принимать квартиру, просит тщательно осматривать комнаты и внимательно читать документы.